Итак, всем привет! Сегодня рубрика в гостях у Хелпасы. Сегодня со мной Нерак. Привет, Нерак! Привет всем! Сегодня мы прокомментируем состоявшийся поединок 1-2 финала. Напомню, до 3 побед здесь идет, то есть Best of 5. Вот, и сошлись в этом поединке администратор турнира Dark Admiral и бесклановый игрок Scribble. Ну, кстати, про Scribble я мало знаю, но я знаю наверняка, что он играет очень давно, хорошего, с самого выхода. Поэтому удивляться тому, что он показывает достаточно такую серьезную игру, в общем-то не приходится, скажем так. Хотя до этого, я не знаю, на больших крупных международных флешах, по-моему, он замечен не был. И, может быть, я ошибаюсь. Он мне говорил, что первый раз в турнире, и поэтому отказался стримить мою игру с ним. А, вон он сейчас. Ну, отказ сам по себе-то, как бы, неправильный, конечно же. Вот, но просто тогда ситуация была, что и я, в принципе, не сильно мог, как бы был занят, поэтому... Начнем с вампиров. Очень интересный состав за вампов против Бретонии. Это воины-скелеты, три у нас по центру, кроме этого. Скелеты-копейщики, тоже три. Что-то напоминает, да? Три скелета-копейщика. Дело в том, что мы играли с Нерагом, я брал, ну, как бы, за них всегда тоже обычно в районе трех. То есть против таких фракций, как Империя, там, и как Бретония. Колесница Смерти, причем это у нас такая крутая Колесница Смерти, да? Здесь я вижу, что там и нечестивый фолиант, и все-все, что только можно. И массовая регенерация, и нанесение урона бойцам и так далее. Красный Герцог в роли Генерала. Что там у него? У него Нехик, Призыв и на ближний бой, да, вот эта обилочка. Ну, и все обилки у него по защите, да, и по... Как она вот это называется-то у него на героев, лордов-то, которые действуют? Эльсиф. А, Эльсиф, да-да-да-да. Так, и терроргейст у нас. Раз, два же терроргейста. То есть вампы в воздухе. Вот это, кстати, на самом деле очень интересно. Мне всегда, знаешь, какая-то романтика вот за этот воздух, за вампы была, вот как они начинались, да? Контролировали воздух они в свое время так вот. И вот сейчас в билд так-таки уже он предстает, причем мощнейший воздух, два терроргейста, летающий герцог. Правда, не на драконе, а на адском шкакуне, но тем не менее от этого он менее дружелюбным не становится. Итак, два отряда зомби, два отряда у нас лютых волков и два героя. Это два короля-мертвеца. Да, два короля-мертвеца. Что у нас в Бретонии? В Бретонии в центре у нас полумесяцем выстроены крестьяне с алибардами и крестьяне с пиками шесть отрядов. За ними стоят крестьяне-лучники один отряд. Еще дальше за ними стоят рыцари королевства один отряд. Магическую поддержку оказывает Дамсель в центре. На левом фланге у нас раз-два рыцаря Грааля, на правом фланге у нас рыцарь Грааля и паладин на лошади. Все это дело в бой ведет король Луэн на своем биксе. Итак, поехали. Поехали. Ну что ж, мне кажется, все-таки стрелков маловато за Бретонию. Все-таки она славна своими стрелками и как-то уходить в пеху... Я с тобой соглашусь, хотя бы трех, лично я бы взял. Да, хотя бы именно трех. И вот, я думаю, это скажется все-таки на ходе боя, потому что они нужны прежде всего... Вот крупные цели, да, терроргейсты, вот они летают. Плюс сама вот эта вот колесница. И я думаю, стрелки все-таки за Бретонию, стрелки заходят всегда вообще, всегда, скажем так. Да, сейчас Луэн слишком уязвим в воздухе против двух терроргейстов. И красного герцога. Со всего одними крестьянами-стрелками земли его поддержать. Все, больше не на что ему рассчитывать. Да, тем более, что пеший у нас паладин. И, соответственно, здесь тяжело будет, конечно же. Ох, звук я не отключил. Ну ладно. Ну здорово, чаржит у нас Грааль. Ну что-то он в толпу в такую попадает. Здесь сразу два терроргейста на него накидываются. И герой, король-мертвец, заходит. Маленько-маленько опаздывают здесь ополчение с древковым этим оружием. Да, или барды. Что у нас? Ага, проклятие полуночного ветра откидывается. И, я так понимаю, герцог у нас... А нет, меч к урона еще откидывается. Да, все бафы-дебафы идут у нас на правом фланге. Но кавалерия, кавалерия, два отряда ничего не делают пока. Да, в тылах вот они действительно. Мне кажется, сейчас переманеврировал все-таки Скрайбл Адмирал. Да, по тылам разбирается с волками, которые, в общем-то, им здесь делать нечего, по большому счету. То есть, я так понимаю, ждал Скрайбл лучников, а лучников, в общем-то, и нету. Хотя, вот эти вот копейщики, вот они в тылах здесь стоят, да, они, в принципе, вполне могли, как бы, прикрыть этих средств. И вот, как и следовало отжидать, откидывается Эль Сиф на Луэна, и окружается он сразу в воздухе. Грамотный маневр со стороны Скрайбла, и, скорее всего, Луэн уже не переживет. Хотя, может еще убежать. Попытаться убежать, но быстрее, красный герцог быстрее, у него за сотку скорость. Скорость за сотку. Так, я сейчас звук маленечко поправлю. А то слишком. Да, Лео, я думаю, уже не вернется. Ну, и опять-таки, вот один лучник, кстати, посмотри, вот он всю игру стоит, отрабатывает. То есть, он очень долго стоял, практически пол боя он отрабатывал. Да, и почти добил колесницу смерти. Было бы их хотя бы два, она бы не выжила. Она бы уже давно действительно умерла бы. Ну, и плюс, посмотри, в тылах рыцари королевства стоят, они, конечно, это не делает. Плюс этой бою, по ходу боя, скажем так. Да, он немножко недоконтролил кавалерии Дарк Адмирал. Рыцарь Грааля очень здорово, чаржет колесницу смерти. Слушай, ну она вообще умирать никак не хочет. Она вообще регенится под ударом Грааля, посмотрите. Она продолжает восстанавливать очки. Зачем-то... Но нехек только что был откинут. Да, ну я понимаю, коллективный нехек, но тем не менее. То есть, рыцарь Грааля бьют, да, а ты вместо того, чтобы терять ХП, продолжаешь их восстанавливать. Ну и без Лианкура, конечно, тяжело. Здесь приходится Бретония, все-таки много завязано у нее на генерале, скажем так. Вот, прочаржены были у нас в тылах скелеты-копейщики, которые вообще не участвовали в бою. Я думаю, напрасно, конечно. Хотя здесь уже терроргейсты так и живы. Но их просто неким убивать, их просто неким убивать. Собаки в итоге выполняют у нас волки, вернее, роль добивающих отрядов. Терроргейстов можно убивать рыцарями Грааля, но это нужно отманеврировать ими грамотно. Иначе они просто улетят. Да, то есть нужно где-то рядом их держать именно на этот случай. Ну, почему бы и нет? Терроргейст стоит дороже Грааля, и вряд ли он на земле более эффективен, чем отряд рыцарей Грааля, скажем так. Особенно, если было бы побольше лучников. Но, что было, то было. Да, кстати, действительно, лучники как приманка, скажем так, еще и для таких вот целей, как терроргейсты. Да, то есть очень заманчиво зайти крупной такой целью, да, на слабо бронированный отряд. И чаржить его там и так далее. Ну да, на данный момент ты правильно говоришь, что уже как бы здесь для Бретонии. Ну и простояли у нас, да, целый отряд убежал у нас этих рыцарей королевства по итогу. 36, вот они успели набить этих собак, и все как бы на этом. Ну, по итогам боя, те же стрелки, пусть у них и ноль убито, но стреляли-то они все время в колесницу и в терроргейстах. То есть, да, это понятно, ноль здесь роли не играет, поскольку мы обратили внимание на то, что все-таки эти товарищи, они были заняты делом. Ну, в принципе, неплохие результаты для алибардистов, но вот Грааль подпросел, да, скажем так, 42-37 для Грааля, конечно, это маловато. Все-таки вот 105 еще как-то туда-сюда, ну, даже не туда-сюда, это очень хороший результат для Грааля. А вот 2 по 42 и 37, конечно, они даже на один отряд вдвоем не набили, независимо от того, кого они там убивали, поскольку пехота-то не такая уж и крутая была, так скажем, у вампиров. Даже более того, я бы сказал, пехота вообще отстойная, если честно, кроме копейщиков, тут обратить внимание больше не на кого. Да, но все-таки цифры не слишком много о чем говорят, потому что с одной стороны там лорд терроргейсты, а с другой это зомби. Конечно, в ахе цифры не настолько принципиальны, как в предыдущих исторических ТВ-играх, скажем так. Но, тем не менее, как бы для армии в 1000 человек, 37-42, для Грааля, ну, как-то, видишь, один у нас и Грааль бился с королем-мертвецом на правом фланге вампов. Хотя, ну, я не знаю, для него ли это цель по большому счету. Поэтому, ну, вот такой бой. Так, и у нас, что еще у нас? Ну, я вот честно скажу, эльфов против зеленокожих, против этого чизового ростера, я бы не хотел смотреть. Вот, гномов с вампирами я бы посмотрел. Давай, ангрун, загрузим. Дело в том, что этот, так называемый, чизовый ростер за эльфов, он... Там все в рамках правил, то есть игра сыграна на результат. Чисто на победу. Молодец, край был, что нашел такой состав. Как бы достаточно интересный, наверное, он и протестеный им был неоднократно, скажем так. И просто вообще у орков, да, как бы мы знаем, проблема за... кто они? С эльфами. Да, с эльфами у них не лады, скажем так, вообще в принципе. А тот состав, который притащил скрайбл, ну, это просто вообще убийство. Если кому-то там уж прям совсем будет интересно, ну, напишите мне, я вам репку скину, никаких проблем. Да, я тоже проиграл оркам этим составом, и ощущение было, что вообще нечего сделать было. Да, то есть полное бессилие. Я когда повтор тоже начал этот смотреть, я на него посмотрел, думаю, блин, ну и чё? И чё, что вот орки вообще могут сделать? И вообще, может ли кто-то что-то против этого состава противопоставить? Ну, вот, может быть, сегодня можно попробовать сыграть этим составом, да, и взять какую-нибудь... Мне всё-таки, как бы, как сказать, на империю есть надежда, скажем так. Ну, всё-таки это против форков заточен. Да, больше действительно такой, что убить генерала, убить героев, да, и как бы на этом сыграть, скажем так. Так, ну и кого, я не помню, тебе лучше кого представлять? Ну, давай я гномов представлю. Так, ну да, хорошо. Итак, Стражи Могил с тяжёлым оружием. Раз, два, три, четыре. Такой мощный бронебойный центр. На левом фланге это кормчий Стражи Могил. На правом фланге просто Стражи Могил. Кроме этого, мы видим двух ужасов из склепа. Мы видим труповозку, нечистый камень, притяжение. Ну, что ж. А, это на массовый хил, да, массовая регенерация у неё, да, идёт. И плюс магическая аура на повышение, плюс восемь атака, плюс восемь защита. Ну, и колесница смерти у нас, да, элитная. Что вот у неё там вообще за способности такие какие-то вообще жуткие просто-напросто? Я знаю, во-первых, она очень красивая. Мне вот всё-таки вот эти модельки в Вахе, они очень, конечно же, нравятся. Полностью согласен. Вообще просто она потрясающая. Эти призраки летающие. Она даёт регенерацию своей армии, плюс наносит постоянный урон вражеской армии. И что она там ещё с магией связана? Ага, ускорение перезарядки. Ускорение перезарядки, нечестивый фолиант, да, так называемый. Да, нечестивый фолиант, сквернение реликвария, урон идёт, да. Ну, в принципе, против гномов-то, мне кажется, такие коляски очень здорово. Тоже мы, у кого мы видели, тогда как бы не ускрайбла и видели, да, по-моему, против вампов или кто там был бой-то. Да, скрайбл против Бретонии тоже взял колесницу. Нет-нет, кто-то играл против гномов и тоже взял аж три коляски, чёрный катафалк там вот был. А, Арканзе Блэк, кажется. А, да, Арканзе Блэк, да. Кстати, против статичных гномов, мне кажется, коляски, ну, как бы, ну, на самом деле, наверное, имеют место быть. Ну, и Банши у нас в роли героя, высший вампир в роли мага, призыв, пляска смерти Ванхеля, да, если я не ошибаюсь. А, Проклятие Лет, вернее. И, значит, оживление мёртвого Нехик, ну, и плюс взгляд на Гаша зачем-то. Ну, может быть, просто забыл убрать его, Дарк, взгляд на Гаша, потому что... Хотя, может быть, рассчитывал он использовать его против, может быть, астральных героев? Я думаю, да, против астральных рассчитывал. Да, поскольку брони нету, ну, и магия на магию, я думаю, здорово. Так, ну, и гномы у нас. У гномов по обоим флангам у нас гирокоптеры с серной пушкой, пять штук в итоге. Хочет убить кавалерию, убить потенциальные колесницы, убить лорда, что-то с ними сделать хочет однозначно Скрайбл. В центре у нас тут такая коробка без лучников. Коробку составляют три гномьях воина, долгобороды, два долгоборода с большим оружием, Три даже, долгоборода с большим оружием. Мстители драконьей спины, жрец рун, тан и рунлорд на колеснице рока. Да, крутая, кстати, штука, на самом деле. Сразу она несколько обилок дает. Замечательно. Ну что ж, поехали. Поехали. Да, конечно, вот эти автожиры, по-русски их перевели автожир. Вообще с переводом, конечно, беда в вахе. Особенно оркам, бедолагам не повезло. Ну и потом вот эти вот мстители драконьей спины, которые, они же, по-моему, в английской версии вообще слейеры. Слейеры, да. Да, то есть, как, ну, как бы, грубо говоря, дословно вернее, говорят, как уничтожители, да, там, рубаки, там, что-нибудь типа этого, вот, да, именно, именно рубить, убивать, да, то есть уничтожать. Такой дестрой, короче, заложен, да, в этот отряд смысл, скажем так, вот. Ну, они действительно и есть, только раз крупная цель заходят, а не в крупную цель, то все, хана. Ну, а автожиры делают свое дело, конечно, нужно быстрее, быстрее магу продвигаться куда-то. Медленного большого дракона разводят со всех сторон. Да, просто его расстреливают, он под перекрестным огнем, бедолага. Ну, вот нечем помочь, да, просто нечем помочь сейчас. Интересно, так один вертолет отлетел от автожира, стрелял почти вплотную. Как еще, он еще жив, сколько времени, а нехика он откидывает на себя, я так понимаю, да, 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 откидывается. Ну, все-таки довольно косые эти автожиры. Ну, они вообще косые, да, представь, вот их тут сколько, 4 висит, да, или 5 их здесь, да, 5 их тут висит, и со всех сторон они его обстреливают, и что-то как-то пока не убили. Хотя, он не такой уж, он и, там, броня всего лишь 70, да, ну, и по ХП он там... А у них все равно пушка бронебойная. Да, нет, им-то вообще, как бы, по большому счету все равно. Ну, и вот этот раш медленный, да, вампирский раш, он все-таки медленный. И, действительно, ставка делается во многом, когда люди играют за гномов, вот, что автожиры берут, да, что артиллерию берут, да, что пока дойдет враг, именно вот против вампиров, да, он уже успеет просадить. Еще один мехик у нас на высшего вампира откидывается. Ну, вот 2,5 минуты они идут, то есть сам весь поединок около 8 минут, вот они сколько, ну, 3 минуты они, бедные вампиры, идут. Я так понимаю, может быть, я чуть-чуть ошибаюсь там во времени. Все правильно. Медленно, наверное. Ну, самое ключевое, медленно. Ну, и знаешь, мне кажется, зря вампира стреляют, высшего. Ну, что он даст? Ну, даст он мехик, ну, ладно, бог с ним. Мне кажется, более разумно было бы все-таки уничтожить труповозки. Труповозки определенно ключевая цель, как и ужасы из склепа. Да, и ужасы, пожалуйста. Ну, и вампира тоже недооценивать не стоит. Он может по тылам начать зомби и скелетов призывать. Все подхиливать мехиком. То есть тоже ключевая цель. Ну, что мехик, да, может быть. Ну, а здесь зомби единственное, что внести сумятицу. Ну, в принципе, тоже, да, это как бы возможно. Но он же цель-то более все-таки здесь. Он никуда не уйдет. А труповозка, вот она встала, ну и почему-то даже никто не атакует вообще. Вот только сейчас ее начинают частично обстреливать. Да, вот мы видим призванный зомби, дабы сковать, я так понимаю, героев там и мстителей. Ну, тут уже, знаешь, мне кажется, генералам уже хоть что-нибудь сделать. Да, хоть какую-то пользу из него. Хоть что-нибудь, да. Да, извлечь хоть что-то из него. Ну, а остальные товарищи сейчас зайдут. И я думаю, под труповозками они должны здесь навалять. И причем навалять неплохо. Сейчас начнется мясорубка, это да. Все, понеслась. Ну-ка. Мне интересно. Так, ужасы из клепа у нас. Дисциплина повышенная пока. Так, здесь я просто смотрю, как труповозка влияет. Да, пожалуйста. Все-таки Дарк пытается выжать из генералов. Все обилки прожимает. Да, да. Ветромагии наверняка делает. У нас в реплеях не видно, сколько у него ветров магии. Но я уверен, что он все, что мог, уже прожал. Да, израсходовал по максимуму, действительно, да. И призыв снова вот состоялся где-то здесь. Да, и да, еще одни зомби у нас в центр призваны, чтобы с тыла атаковать. Да, все-таки извернулся Дарк. Молодец в этом бою. Несмотря на эти пять автожиров и смерть лорда, да, посмотри. Слушай, ну уже который бой мы наблюдаем, он без лорда воюет. Что Бретонией он там пластался без лорда? Что здесь за вампиров без лорда пытается биться? Да. Очевидно, Скрайбл играет в лорда, и у него это уже второе... Не, даже третью игру уже получается сделать. Вторую там и не смотрели. Да. Ну а там то же самое, что мы уже знаем, о чем речь скажем. И вот бомбить начинают вертолеты, и неплохо, кстати, так они сбрасывают свой смертоносный груз 16 тонн на Англию, да? Но боюсь уже не поможет. Да, уже. Все дальше и дальше в сторону вампиров уходит. Да, да. А колесница как жила, так и живет. Труководка как жила, как и живет. Да, причем одна и вторая, да. А вот лорд у гномов уже помирает потихоньку. Причем неплохо, да, он попал под коляски и под банши. Почему его не убирает? Вот здесь скрайбл. Ну, наверное, уже просто в толпе там. Ну и посмотри, очень... Он медленный. Во-первых, да, он медленный, да, не вопрос. Но я за ним, помню, раз лордом гонял, этим героем гонялся королем-мертвецом, кое-как догнал. И толку мало почему-то было. Долгобородоват с тяжелым оружием здесь вот в тылах, которые они не удел. Они здесь стражи могил, да, сражаются один в один с ними. О том, что у нас сейчас стражи могил с тяжелым. Ну, просто они перемесили, конечно, пехоте. Все ушло в автожиров, скажем так, в двух рудников. Да, автожиры даже израсходовали весь боезапас и все равно не помогло. Бомбили, все что угодно делали, но это не спасло. Да, то есть автожиры, в принципе, использованы были на 100%, скажем так. Убили они лорда, отбомбились они. Как бы неплохо все это, но тем не менее. Ну, коляски еще ужас вселяют. И то есть, правильно, Дарк сосредоточился на том, чтобы максимально быстро уничтожить вот эти все наземные силы. В принципе, не так уж и много отрядов наземных у гномов. А он больше ничего не может сделать? Да, да, понятно, что больше он как бы и не может, но тем не менее, как бы принципиально так зашел, таким жестким рашем, скажем так, навызывал этих зомбей, все, что можно было, откинул. Лорд откинулся, у него тоже бедолага, вот он валяется тут, трупак. Сейчас осталось только добить двух героев. А вот они в ужасе бегут уже, остались только Мстители. Уже ничего не осталось. Все, ничего не осталось. Еще и безназемных войск вертолеты улетают на базу, скажем так. Ну что ж, великолепный раш в исполнении. Да, посмотри, автожир это неплохо настреляли. 30, 31, 29, 34, 19. Мстители отлично сыграли, 113. Не сыграли гноми и воины, по большому счету, всего лишь два. Да, ну и долгобороды не сказать, что уж прям отлично. Ну, конечно, под такой пехой стоять их достаточно тяжело. Плюс она под обилками все время. Плюс еще и ужасы из склепа, конечно. Это на самом деле тяжело было бы. Да, пехота нежити под колясками очень сильно дерется. Прям вообще и защита у них очень высокая. Там 60 по итогу была у Стражей Могил с тяжелым оружием. Отличный вампирский раш в лучших традициях, скажем так. Так, и что у нас, у нас, у нас. Ага, и четвертый бой у нас. Это войны хаоса против эльфов. Ну, вот здесь есть что подумать, что сказать, да? Ну, тут по большей части я вижу, что у Скрай был такой угаданный, наверное, состав. Так, тебе кого проще назвать? Давай эльфов. Эльфов, да? Впереди у нас по центру прямо идут ястребиные наездники с властителем полян на драконе. А что у него взято? Подожди, давай посмотрим, что там. Слушай, я не могу найти... А, Стрела Курнуса взята, потом она ТРАЭМ и взят, и... А почему-то третьей обилки-то нету. Что она там дает-то у нас? А, 12% к выстрелам дает. Почему ее не берут? Я вот смотрю, который раз уже ее не берут. Так, ну ладно, дальше что у нас там? Дальше, справа в лесочке у нас размещена кавалерия, два диких всадника со щитами. Щиты берут обычно, чтобы защита в ближнем бою повышалась. Да, там, по-моему, 6 разница, да, если они ошибаются? Да, 6 разница, за 100 монет оно того стоит, а тут еще и кодные лучники у хаоса. Дальше, в левом лесочке у нас танцовщицы с копьями азрайскими. И по центру у нас два древня, или три, нет, два древня и три вечных стража. Сзади егеря Деколесия, и все прикрыто это духом ветвей. Дух ветвей, да. Ну, два азрая я вижу, один егерь, ну, не знаю, как по мне, так очень сомнительный состав, скажем так, за эльфов, я бы так сказал. Так, ну и мощнейшая контра этому составу, возвышенный герой на мантикоре, лорд хаоса на драконе хаоса, да, если я не ошибаюсь, правильно его называю. Потом грабители и всадники у нас, это хашки, кроме этого собаки, боевые псы хаоса, яд, причем их два, вот один в лесу, другой на правом фланге тоже в лесочке спрятан. Ну и пеха, а пеха, что у нас, грабители хаоса, два, а четыре отверженных у нас и три будущих воителя. Поехали. Поехали. Ну, не угадали эльфы, скажем так. Да, в воздухе битва, получается, в сторону хаоса пойдет, так еще и прикрытие снизу, четыре этих коня с копьями. Я так-то думаю, знаешь, что властитель полян со своей стрелой курнуса, пока еще плюс он издалека может стрелять, если бы вот так вот два в два плюс истребиные наездники, я думаю, эльфы здесь предпочтительнее, то есть они, мне кажется, сильнее, чем вот этот лорд хаоса и возвышенный герой. То есть вот это могло зайти, конечно, и вполне можно было уничтожить и лорда хаоса, тем более, посмотри, как бы он на подлете уже просажен, где-то процентов у него, ну, 20-то точно, наверное, здоровье, хп уже сняли. Да, но кавалерия отлично отрабатывает по воздушным цветам, я сам ее использую, мне очень нравится, как заходят против эльфов. Да, здесь действительно. И в итоге уже истребиные наездники, и дракон уже мигают, скоро убегут. Да, причем тут хоть прожимай, хоть не прожимай банковый, может быть, стоило как-то спрятаться, но опять-таки, куда ты им спрячешься? Ну ладно, ты можешь уйти от всадников, от хашек, да, от застрелов конных, а но от воздушного героя и от лорда хаоса не спрячешься. Слушай, ну вот уже который бой, ну не пруха тут, Дарк Адмиралу, снова он без этого, без лорда играет. Вот как надо бороться с летающими лордами, окружать их кавалерии на земле. Так, ну-ка, сейчас посмотрим поближе. Вот уже дракон хаоса весьма неплохо просажен, но, к сожалению, это ничего уже не сделает. Да, это не имеет принципа. Да, посмотри, хоть его и вытаскивают этого, ну, во-первых, это дракон, надо так понимать, что масса-то у него большая, да, здесь неплохо. Но вот воздушного героя это можно и нужно пригревать сейчас здесь, вот идут-идут эльфы, да, окружают они его, но как-то мимо проходят они. Да, вот отряд копий просто прошел мимо здесь и дают они ему вырваться. Да, нужно истребиных пускать в ближний бой. У них очень хорошее пробитие брони и сильный чарж. А пехота хаоса почему-то стоит. А он выигрывает бой сейчас, вот на стадии дебюта, скажем так. То есть он дает максимально своим хашкам отработать, ничего не могут эльфы с ними сделать. То есть вот в данной ситуации, посмотри, у нас 4, 5, 6 отрядов воюют, да, среди которых герой и лорд, и 4 хашки, и просто с ними, ну, ничего не поделаешь, скажем так. Так, а что у нас за духа ветвей? Да, миазмы, кровь земли взята, да, это обязательно. Ну и обилка на увеличение там, что там, по-моему, ближнего боя, да, плюс 4 дает ближнего боя. Плюс 8. А, плюс 8 даже дает, да, ого. Да, ну 8 это уже солидно, слушай. Ну и да, грабители отрабатывают и поверху. Так-то, в принципе, здорово стояли. Видишь еще, почему хаос не идет, что наверху стоят эльфы, да, очень выгодная у них позиция и невыгодная она для атаки хаоситами. Единственное, что хорошо для эльфов сейчас, это то, что скоро закончатся копья уже мародеров. Да, я хотел обратить внимание, что 8 здесь выстрелов, 5, 5 и 5. Ну да, здесь уже только терпеть, дать уже им отстреляться и в ближнем бою надеяться на копья, но опять-таки основная пехота-то вот она хаоса, то есть она еще не вступала в бой. Еще собаки у нас по тылам. Вообще, скрайбл собаками очень здорово орудуют. Я вот уже который бой замечаю это дело. Да, он что за вампиров, что за хаос собак любит. Да, и причем у него они так по делу заходят. Достаточно вспомнить бой панды, да, где он с пандой бился-то тремя шаготами. Нежданчик такой тоже. Там тоже собаки очень здорово грызли. Ну а так, по большому счету, я думаю, что уже нету сил просто. Да и всю вот эту пехоту, отверженных и так далее, грабители хаоса, ладно. Отверженные, вот будущие воители. Кем их здесь убивать? Тут если скрайбл опять так бездарно спустит своих героев и лордов, то есть шансы. Но он второй раз такую ошибку не допустит, я уверен. Конечно. Тут уже да. Да, здесь на пригорке едва не решили исход боя эльфы. Ну вот копейщики там мимо прошли, они просто прошли мимо. Я как раз крупным планом дал этот момент. И один отряд он даже не зацепил возвышенного, тихонечко-тихонечко так и проходит мимо. Я думаю, Дарк считал, что хватит ему этой массы задержать. Ну и после боя мы с ним говорили, что в общем-то получается, что вот эти всадники эльфийские, они достаточно легкие. И в них, так скажем, не застревают вражеские герои-лорды. Ну понятно, что там доспехи 40, да. Если сравнивать с теми же рыцарями хаоса, да, пики и обычные рыцари хаоса черные, которые, ну они как бы не 120 броня там. Разумеется, что они тяжелые и вырваться из их массы достаточно тяжело. Причем даже до патча я помню, что вот в одном таком отряде рыцарей хаоса, паладин бретонии, там Лео, они застревали на раз, скажем так. То есть вырвать Лео еще можно было, а паладин, если вырывался, то он вырывался сразу под банку. А здесь, да, пехота, вернее Кава, это достаточно легкая, но она чаржевая опять-таки в кавалерии. Все-таки 55 у них натиск, да, и неплохо. Да, кавалерия неплохая. Причем очень неплохая. Почему бы сейчас можно было чаржануть грабителей хаоса, я думаю, вполне. Тут беречь их уже особого смысла нет. Ну и посмотри, куча вот этих грабителей и всадников стоят, они просто стоят и ждут. Ждут шанса, чтобы зайти в тылы, поскольку силу эльфов по количеству просто отрядов не так уж и много. Я думаю, Скрайбл хочет сохранить копия для егерей. Да, скорее всего. Ну и гонятся за истребинами наездниками. Неблагодарное мероприятие, прямо скажем. Да, нет смысла вообще, я так думаю, понимает это Скрайбл. Смотри, отводит он лорда сразу своего. Да, вводит дракона. Да, есть у него более здесь значимые дела. Но все-таки мало егерей, мало егерей. Хаос вроде бы по пехоте-то не сказать, что самая там фракция. Но и далеко не самая отстойная у него пеха, скажем так. И егеря, я думаю, здесь зайдут лучше. Ну, вспомни, вот мы с тобой там пробовали, играли. Все-таки егеря заходят и заходят неплохо. Пехоту они перерубают, хаоситскую. И на ура, скажем так. Но даже сейчас мы наблюдаем, да, что грабители хаоса уже мигают. Хотя, левый фланг-то здесь уже устоит. И вот все-таки отдает дарк миазму на дракона. Не знаю, читал ли он описание этого заклинания и тестил ли его. Но это не та цель, на которую нужна. А мы же, да, да, да. Я помню этот прекрасный момент, когда ноль вообще, то есть урона ноль наносится. Единичной цели урона наносится ноль вообще. Это все-таки не вытягивание души. Его нужно отдавать в отряды. Идеальная цель это элитная кавалерия в духе рыцарей хаоса. Да, ну и здесь мы видим отверженных. И отверженных бы очень здорово это просадило бы заклинание. Прям вообще шикарно. Оно как минимум 30% снимет. Двойное от 30% как за здрасте снимает. Это вообще с любого отряда. Абсолютно с любого. С тех же рыцарей хаоса, помнишь, да, как бы было поединок. Да, с рыцарей крови. Отличное заклинание. И с рыцарей крови, да. То есть с любых вообще мгновенно убивает. Конечно, там не роковое стадо, что по площади, да. Но если бы еще миасмы по площади, слушай, действовали. Ну тогда, я не знаю. Многовато бы было. Да, совсем уж жирно будет. Тогда без егерей эльфам. Ну а сейчас мы наблюдаем то, что все-таки дождался скрайбл момента, да. И вот действительно пот и лам, как и предполагали, чаржит он своей кавалерии эльфов. И как бы все на этом. Эльфы, конечно, копейщики очень стойкие. Посмотрите, 47 защита в ближнем бою. Но, во-первых, без генерала играют, да. И ободрение дает только дух ветвей. Достаточно стойко, конечно, он держится. Но все-таки это... Что у нас, еще одни миасмы, слушай, откинуты на лорда. Да, два раза можно было откинуть. В принципе, можно было, конечно, пехоту лучше просаживать, лучше пехоту. Ну, вот такой вот бой. Не могу я согласиться с использованием лорда и магии у Адарк Адмирала. Но, в целом, состав не так плохо, как ты говоришь. Вполне он имел шансы против скрайблсовского. Возможно. Но в чем, как бы, здесь... Ну, суть в том, что не надо было лорда так далеко уводить. На разбор его конницей и мантикорами. И держаться, кучковаться. Ну, я думаю, дуртху зашел бы, мне кажется, более... Ну, как сказать... Дуртху зашел бы... Неосознанно, как... Ну, более... По делу, более практично, вот, кстати. Ну, а если уж брать властителя полян, то, пожалуй, на Орле. Чтобы, если что, если такая ситуация, то можно было просто круги нарезать и улетать. Да, просто очень быстро, очень быстро гонять. И никогда хаос не догонит этого Орла. Ну, тут, видишь, знать бы, что хаос ушел в воздух, скажем так, да. Этого можно ожидать. При поддержке четырех, скажем так. Ну, мне кажется, все равно скрайбл очень рисковал. Брав вот так вот двух летающих. И героя, и этого. Но, опять-таки, этот риск, он прикрывался с земли, скажем так. Да, скрайбл прикрывал свой риск с помощью конницы. А Дарк особо ничем и не прикрыл. И за это платился. Ну, что ж, вот такой вот поединок. Одно и второе финала. Вообще, как бы, на турнире многое происходит. И многое это происходит, оно, как бы, на пользу. Да, вот мы видим чизовые ростеры. Мы видим какие-то новые составы, новые пики, контрпики. Поэтому, один стопроцентный. Не берите орков против эльфов. И не фестпикайте их, если соперник эльфов не заюзал. Скажем так. Вот это однозначный, однозначный вывод к полуфиналу. После этого апдейта и выхода эльфов. Стопроцентный вывод, скажем так. Так, остальное все как-то еще спорно. Где-то что-то можно говорить, что кто-то может зайти там. Чизовый ростер, вот твой, например, там, зверей. За зверей против вампов. Да, здесь как бы еще можно поспорить. Твой чизовый эльфы обломались они на... Обломались. Да, прям бедолаги, да, жестко, скажем так. На скрайбле и обломались. Да, на скрайбле и обломались, да. Вот поэтому здесь... А орки с эльфами, пожалуйста. Ну что, всем спасибо за внимание. Всем пока. Всем пока.